Машуров Руслан, врач-онколог, хирург-онколог Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Ну и, наверное, чтобы разбавить вот это представление официальное, все же, наверное, больше себя отношу к реалистам, опять-таки руководствуясь вот той профессией, которой я занимаюсь, поскольку, безусловно, профессия накладывает свой отпечаток, наверное, на каждого человека, и сталкиваясь с такими каждый день непростыми случаями, жизнями людей, ты так или иначе становишься реалистом. Детство, юность, зрелость. Что это для вас? Знаете, это, наверное, семья в первую очередь. Это семья. И это, наверное, такие одни из самых теплых чувств, которые, я уверен, должен и испытывает каждый человек. Я родился в семье врачей. У меня вот такая династийная история. Бабушка у меня медик, мама педиатр, папа хирург. И так складывалось мое детство, что я был, когда не получалось посещать детский сад, я был либо в отделении гнойной хирургии областной больницы вместе с папой, либо на кафедре детских болезней вместе с мамой. Поэтому вот такое, наверное, становление, либо выбор профессии, вот он с таких вот спеленок уже, наверное, так где-то там подсознательно закладывался. Наверное, что, мне так кажется, послужило выбором дальнейшим, выбор будущей такой специальности основной. Хотя родители на своем примере показали, что это такой действительно очень непростой хлеб, такой непростой, долгий и трудный, тяжелый путь, но вместе с тем крайне интересный и невероятно нужный. Я думаю, что это было для меня тем идеалом, к которому нужно стремиться. Хотя, конечно, я повторюсь, что тогда я еще не осознавал, какой-то будет непростой путь, поскольку родители в тот момент, когда я родился, они как раз закончили институт. И вот у них было само вот такое активное становление в профессии, поэтому папа очень много дежурил по ночам и сутками не появлялся дома, потому что это были постоянные, постоянные, круглосуточные такие дежурства. Мама, в свою очередь, занималась активно практикой с детками педиатрии, что тоже, конечно, отнимало огромное количество времени. Для меня это казалось таким чем-то невероятно тонким, вместе с тем тяжелым, но важным, потому что нет ничего более приятного для врача, когда ты видишь, во-первых, результат своей работы, а во-вторых, благодарность пациенту. Если бы вы могли изменить что-либо в жизни, что бы это было? Я благодарен своим родителям, поскольку детство у меня было очень активное. С первого класса школы мне родители отдали в бальные танцы. И вот до окончания школы все 11 лет я этим спортом с любовью занимался, вот, будучи школьником. Конечно, когда уже встал выбор о дальнейшей учебе этого и поступил в медицинский университет, конечно, это колоссальный объем, необходимо было времени уделять учебу. И, конечно, о танцах, танцы пришлось оставить, вот, вместе с танцами я закончил музыкальную школу, вот, это опять-таки, вот, те активности, которые и сейчас очень сильно пригодились мне в профессии в том числе, вот. Поэтому в плане активности либо каких-либо других там вариантов различий, различий мне, наверное, и не было, потому что, ну, я еще раз говорю, тут, к сожалению, не было времени то, чтобы поиграть с друзьями во дворе в футбол, хотя и этого я сполна мог для себя, не мог себе позволить, когда наступали летние каникулы, я уезжал в деревню, и вот там, как положено, мы с друзьями отдыхали, да. Ну, по окончанию нашего Воронежского медицинского университета я, конечно, выбирал несколько специальностей и подавал документы на разные направления. Это была и общая хирургия, это была и в том числе онкология. Но, наверное, мы все же пример берем своей семьи, я вот хотел бы быть как папа, вот этот абдоминальный хирург, это такая большая хирургия, сложная, трудная, многочасовые операции, вот. И вот, наверное, вот этот пример у меня там в голове был, и, в общем-то, поступил я и на возможность была, вернее, документы были поданы в хирургическую специальность, в общую хирургию и в онкологию. Ну, вот так сложилось, что по конкурсу прошел московский вуз, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена, где была возможность пройти ординатуру. Я вот это направление выбрал, нисколько не жалею этому, ну, думаю, что учеба и на других специальностях, на других направлениях, таких как общая хирургия, была бы, наверное, не менее интересна, вот, чем вот то направление, которое я сейчас занимаюсь, поскольку они все же перекликаются, это все же хирургическая специальность, вот, однако есть, конечно, есть принципиальные различия этих направлений. Назовите ваши наиболее яркие черты. Хороший вопрос. Довольно так трудно, наверное, выделять в себе эти такие черты, но я думаю, что зачастую эти черты передаются тебе от родителей, воспитания тебя, и вот эта черта, любовь к твоему делу, которым ты занимаешься, неважно, медицина или какая-либо другая специальность, это вот то, что должно быть, наверное, у каждого, это то, что даст тебе и поможет тебе достичь успеха в твоей специальности. Вот, наверное, любовь к профессии. Трудно сказать, что я, наверное, какой-то усидчивый в этом плане, что, наверное, хотелось бы больше в себе развить. Вот, но основное, это, наверное, конечно, любовь, любовь к профессии. Ну, тут, наверное, нужно немного рассказать и про профессию, про самопрофессию. Это все-таки онкология, хирургическая онкология, и тут каждый день, хотел бы этого, этого или не хотел, ты сталкиваешься с судьбами людей. И зачастую тебе приходится говорить людям этот страшный диагноз, онкология. Поэтому крайне важно вот такой обладать эмпатией в первую очередь к человеку, потому что приходит к тебе пациент, пациент приходит к тебе с проблемой, а для него это катастрофа. Вот, и, конечно же, на этом фоне все невероятно взволнованы, мягко говоря, вот, и тебе нужно так правильно подобрать слова, так правильно выстроить твой диалог, чтобы вы друг другу поверили. Пациент тебе как врачу поверил, а ты поверил пациенту, и вот совместно идти к лечению, к излечению вот той проблемы, которая есть. Да, поэтому, да, конечно, доверие. Это в первую очередь доверие, потому что мы так всегда говорим, мы онкологи, что если пациент не хочет лечиться, то никакой врач ему, конечно же, не поможет. Поэтому только лишь доверие, но тут многое зависит еще и от самого врача, то есть как преподнести информацию, как ее правильно интерпретировать, как эту информацию правильно с пациентом обсудить, вот, рассказать дальнейшие шаги. Вот, чем лучше пациент, человек осведомлен, чем он лучше понимает, что его ждет в дальнейшем, вот, тем его тревожность уменьшается, и у вас такая вот вместе, совместная такая работа, она, конечно, более продуктивная получается. Какое качество характера или способность вы бы хотели иметь? Наверное, терпение, потому что терпение, терпение такое вот принятие и спокойствие. Потому что зачастую по нашей такой активной повседневной жизни не хватает спокойствия для того, чтобы такой с холодной головой принимать те или иные решения всегда в этой пучине ежедневного такого активного ритма, и вот этого, наверное, не хватает. Вот, что бы еще можно было бы, что бы, чего бы я хотел привнести в жизнь, да, из вот таких моментов, ну, такие все они, довольно все банальные вещи, вот, ну, наверное, силу воли. Вот, силу воли, поскольку всегда ты чувствуешь, что можешь еще, но вот что-то тебе дает, не дает, вернее, это еще доделать. И вот, наверное, ну, это, наверное, перекликается с усидчивостью больше. Ну, и, конечно, наверное, самый главный порог – это прокрастинация, ты это все оставляешь до последнего дня, и уже в последних сроках, которые уже подходят, и начинаешь все активно делать, когда думал бы, когда уже сделал, думал бы, ах, вот еще бы немножечко, тогда бы точно было бы все отлично. Каким вы представляете идеальный день? Ну, я думаю, что врачи меня поддержат в том плане, что мы все же привязаны максимально к своей работе. И, к сожалению, может быть, к счастью, оканчивая официальное рабочее время, твой день вот на этом не заканчивается именно вот в таком рабочем понимании, потому что всегда это звонки пациентов, которые просят помощи, ты им просто не можешь отказать в мире, опять-таки, профессии, вот это и какие-то клинические случаи, которые необходимо решить вот непосредственно сейчас, но ты же не можешь сказать, что я вот отработал до пяти часов и все, завтра я решу. Нет, тут тебе необходимо принимать эти решения сейчас, потому что от этого зависит многое. Вот, поэтому вот этого в жизни хватает точно, а чего не хватает, это, наверное, такой более спокойной жизни, но для всех спокойствие, наверное, это понятие разное. Но объединив это, можно сказать, что, наверное, идеальный день – это уделить время своей работе, потому что ты знаешь, когда ты на нее идешь, ты знаешь, что ты нужен, что ты нужен людям. Это самое важное. И обязательно уделить время своей семье. Вот это тот второй фактор, который, наверное, всегда не хватает. Вот на это время всегда не хватает, но потом, когда проходит какой-то промежуток времени, ты понимаешь, что вот это, наверное, это и главное. Это и главное, что важно не забывать. А тем более, работая врачом, понимаешь, что в жизни такая не всегда долго бывает, поэтому нужно все успевать сделать. Что, на ваш взгляд, важно знать о человеке? Мы, конечно, все разные. Мы все разные. И, наверное, подобрать идеального человека, с которым тебе было бы комфортно, довольно трудно. Но выделять качество главное, для тебя важное крайне необходимо. Какие это качества? На мой взгляд, это основное качество – это, конечно, доверие. Вот если ты человеку доверяешь, то тогда с ним можно и в разведку идти. С ним можно и за стол операционной вставать и проводить операции. Опять-таки, в нашей специальности, в частности, в хирургии, это, наверное, один из основных факторов. Потому что в момент принятия решения, в момент операции, ты волей-неволей опираешься на того, кто с тобой рядом, кто тебе помогает. И это должны быть однозначно проверенные люди, которых ты знаешь, во-первых, а во-вторых, которых ты знаешь, что тебя не подведут. Вот. Поскольку, еще раз повторюсь, что от этого зависит судьба другого человека, который лежит сейчас на операционном столе. Вот. Поэтому доверие, вот оно должно быть максимальным. Хотя, конечно, доверяй, но проверяй. Да, и тут ты должен облагаться, в первую очередь, на себя, безусловно. Вот. Еще, наверное, одно из основных таких правил, что ли, которое в идеале должно быть у человека, с которым ты проводишь, трудишься, работаешь, это доброта. Поскольку злоба, ее и так много, это чрезмерная злоба, она не дает созидать, не дает творить и не дает дружить. Ну и, конечно, зависть. Это то чувство, которое однозначно тормозит, и то чувство, которое как-то портит людей. Ну, тут очевидные вещи. Потому что, ну, даже брать онкологическое наше направление, одним из факторов развития онкологического заболевания является образ жизни. Это фактор, который выработан в Всемирной Организации Здравоохранения. Вот. И какой вывод мы можем сделать из этого? Вот. Если ты всегда находишься в негативе, всегда находишься в таком угнетенном состоянии, которое, безусловно, передается и на окружающих, и на то же самое, на твоих там коллег, например, то, вот, как показывает практика, это явно не приносит, не улучшает твое здоровье, не приносит тебе, там, удовольствия от жизни. Поэтому, конечно, нужно быть, стараться, во всяком случае, быть добрым. Вот. Хотя наша сегодняшняя, ну, вот, такое... жизнь не всегда этому способствует. Дружба. Вы знаете, дружба – это то состояние, которое дает, придает помощь тебе и придает тебе сил. Вот, если бы ты порассуждать, дружба. Друг. Кто такой друг вообще, да? Кой такой друг? Это человек, которому ты, во-первых, полностью доверяешь. Доверяешь разные секреты, доверяешь какие-то особенности. Вот. Дружба. И наверняка друзей много быть не может. Вот. Но друг хотя бы один должен быть всегда. И это может быть друг детства, это может быть, там, друг сейчас в профессии, это может быть близкий друг из членов твоей семьи, с которым ты можешь поделиться. И вообще это какими-то сокровенными мечтами. И это, наверное, будет тебе помогать в жизни. Ну, даже вот так говоря об этом, ты понимаешь, что заканчивается рабочий день. Вот ты приходишь домой, либо там встречаешься с человеком, которым ты считаешь своим другом. И ты с ним делишься прожитым днем, ты с ним делишься какими-то переживаниями своими. И самое главное, ты от него ждешь поддержки. Вот, наверное, одно из таких направлений, форм дружбы, это тогда, когда ты ощущаешь от твоего друга поддержку, какой-то совет правильный, который бы тебе помогал в твоей жизни. Как бы вы определили, что такое любовь? Да, любовь – это чувство, которое тебе дает возможность созидать. Причем, еще раз, тут нужно подчеркнуть, любовь – это может быть к какому-то человеку, да, может быть, любовь к твоему делу. Вот, здесь и то, и то, и другое, наверное, да, открывает для тебя новые дороги. И в тот момент, когда тебе плохо, и в тот момент, когда ты хочешь как-то закрыться от этого мира, наверняка у каждого такие моменты есть. Вот, на помощь должна приходить эта любовь, которая тебе поможет успокоиться, поможет тебе немножко так перевести дух и по-новому работать, по-новому творить. Что такое деньги? Ну, безусловно, деньгами лишние не бывает. И если рассуждать с точки зрения профессии, с точки зрения медицины, конечно, деньги на сегодняшний день, на сегодняшний момент, они дают возможности. Мы часто видим в случае, когда требуется сбор средств на лечение того или иного пациента. Конечно, я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний момент подавляющее большинство заболеваний в нашей стране мы лечим бесплатно. Но на покупку препаратов, дорогостоящих, уникальных препаратов, вот, конечно, эти средства, эти деньги, они важны, и они могут спасти жизнь человеку. Вот. Да и вообще, в принципе, какую бы мы специальность бы ни взяли, действительно, деньги – это возможность помощи. Но ни в коем случае это не основной фактор, который там, из которого складывается вся наша жизнь. Потому что, опять-таки, исходя из нашей профессии, из медицины, мы видим, что болеют все. Болеют и бедные, и богатые, и знаменитые, и не очень. Поэтому тут нужно понимать, что, к сожалению, опять-таки, все мы известны, эти выражения, здоровье мы не купим, но поправить можем. Если бы вы могли сохранить только одну вещь, что бы это было? Я думаю, что, ну, тут тоже нужно подразделить семейные ценности, да, и профессиональные. Безусловно, я думаю, что большинство, если вы этот вопрос будете людям задавать, большинство ответить, что, конечно, там семья, родные, близкие люди – это так, это однозначно так. Вот, но, я думаю, знания и вот твои навыки – это то, что нужно сохранить. Потому что именно они дают возможность передать следующим поколениям. И мы все не вечные, но вот то, что ты смог в течение всей своей жизни собрать, этим нужно делиться. Вот, и я думаю, что это важный такой аспект. И вот эти знания и навыки, во-первых, нужно очень аккуратно в течение всей жизни собирать и ими не жадничать, их передавать. Но передавать только тем, кто этого действительно хочет. Это, мне кажется, единственное. Материальные вещи все уйдут, а вот знания и опыт, он, конечно, не должен с тобой уходить. Он должен, ты должен им делиться. И вот так вот из поколения в поколение. Мы накопили какой-то опыт, передали его. Следующее поколение будут обладать другими уже возможностями еще. Все на той базе, которую ты смог сделать, привнести что-то новое, улучшить и следующему поколению передать. Я думаю, что в этом, наверное, такая идеальная формула сохранения есть. За что вы благодарите судьбу? Безусловно, о свадьбе я благодарен за своих родителей. Мы родителей не выбираем, рождаемся и в семье. Вот мне это, конечно, безусловно, повезло в этом плане. Очень любящие родители, которые за меня переживают, переживали, переживают. Моя родная сестра, которая, надеюсь, тоже пойдет по стопам и тоже выберет эту врачебную специальность, находясь сейчас там в девятом классе школы. И, наверное, благодарен судьбе, что так сложилось. И я могу анализировать и делать тот выбор, который может людям помочь. Решение может принимать сам каждый, а вот делать так, чтобы оно было правильным, и чтобы это решение могло принести пользу, вот это важный момент. И, наверное, стоит пожелать, чтобы вот люди имели возможность за это благодарить судьбу.